Приветствую! Многие из нас пользуются правом на отсрочку и, конечно же, нас беспокоит вопрос о том, а когда же закончится срок действия этой отсрочки. И в этом видео мы поговорим о том, от чего же зависит окончание отсрочки. Но перед тем, как мы перейдем непосредственно к рассмотрению данной темы, хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, в котором можно найти гораздо больше полезной информации, чем на ютуб-канале. Ну и плюс к этому можно найти еще и интересные, курьезные, можно сказать, случаи из судебной практики, для того, чтобы хоть чуть-чуть отвлечься от того ужаса, в котором мы с вами все живем. И там, например, можно узнать о том, как фалоимитаторы можно использовать при выяснении отношений, а также как разделить силиконовую грудь. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному ролику. Ну а теперь непосредственно к теме. В зависимости от того, на каком основании вы получили отсрочку, естественно, и меняются основания, и меняется срок действия этой отсрочки. Итак, если вы получили отсрочку в связи с тем, что вас забронировали за каким-то предприятием, то отсрочка действует в тот период, который указан в приказе о бронировании. Срок отсрочки будет указан там, и вы можете с ним ознакомиться, просто посмотрев в этот приказ. Далее, если вас ВЛК признала временно непригодным, темчасован и продатным, то срок действия отсрочки будет указан, соответственно, в довидке ВЛК, а также в идеале он должен быть указан в временном удостоверении военнообязанного, либо же в военном билете. И, как правило, этот срок от двух до шести месяцев. Далее, если вы получили отсрочку в связи с тем, что вы, например, самостоятельно воспитываете ребенка, либо есть ребенок с инвалидностью, либо ребенок с тяжелыми заболеваниями. Вот во всех случаях, если вы получили отсрочку, связанную с детьми, то здесь срок этой отсрочки привязан к событию, к дню рождению вашего ребенка. А если быть точнее, к 18-летию вашего ребенка. Потому что в соответствии с действующим законодательством, ребенок считается таковым, человек считается ребенком до 18 лет. Вот как только ребенку с инвалидностью, например, исполнилось 18 лет, собственно говоря, все, на этом ваша отсрочка и закончилась. И вы становитесь уже военно обязанным, которого могут призвать на воинскую службу во время мобилизации. Далее, если вы получили отсрочку в связи с осуществлением догляда за кем-то, не важно кем это, родственник, не родственник, здесь ваша отсрочка действует до того момента, пока человек нуждается в таком уходе. С учетом того, что уже прошел большой срок с момента начала мобилизации, и у многих из вас, скорее всего, уже эта отсрочка истекает. Почему? Потому что, когда вы оформляли догляд, когда вы получали выясновок про догляд, вернее, про необходимость постоянного ухода, то там, как правило, указывается срок, на который устанавливается вот эта необходимость. И срок действия вот этого заключения о необходимости постоянного ухода, как правило, установлен в годовом измерении, то есть он дается на год. Соответственно, если у вас подходит к концу действия выясновку, то его нужно обновить. Иначе вы утратите свое право на отсрочку и можете быть призванным. То же самое касается, если вы получаете компенсацию. Компенсация за догляд. Она устанавливается тоже, как правило, на год. И, соответственно, посмотрите, когда у вас истекает этот год, нужно обновить информацию о получении компенсации. Далее, если вы получили отсрочку в связи с инвалидностью, причем не имеет значения ваша инвалидность, либо это инвалидность супруги, родителей, родителей супруги. Когда закончится отсрочка? Ну, во-первых, нужно помнить, что на период действия военного положения инвалидность всех лиц с инвалидностью продлена автоматически. Соответственно, в принципе, эта отсрочка установлена на весь период военного положения. Но, но, бывают такие ситуации, что люди, несмотря на то, что их инвалидность автоматически продлена, идут и проходят переогляд, так называемый, переогляд, перекомиссию вот эту. И что может там пойти не так? А может пойти не так следующее. Например, если у вас отсрочка в связи с инвалидностью вашей мамы, например, у которой есть инвалидность вторая группа, она идет на комиссию, на МСЭК, и МСЭК говорит, а уже все, мы видим, что здесь уже второй группы нет. Здесь третья группа. И вашей маме присваивают третью группу. Вот в этот момент вы и утрачиваете право на отсрочку. Например, супруга у вас, да, как мы знаем, если у супруги третья группа инвалидности, то это тоже дает право на отсрочку. И вот ваша супруга пошла на МСЭК, да, на повторный осмотр. И МСЭК говорит, ну, мы видим, что ты подлечилась, и здесь уже нет оснований для инвалидности. И снимает инвалидность с вашей супруги. Соответственно, вы утрачиваете право на отсрочку. Далее. Есть люди, которые получили отсрочку в связи с их работой. Ну, например, кто это может быть? Народные депутаты. Ну, возможно, вам повезло, и вы являетесь народным депутатом. То пока вы являетесь народным депутатом, вас, конечно же, никто отсрочку не заберет. Но вдруг исключат из парламента, то все, право на отсрочку человек утратил. То же самое касается людей, например, таких как я, преподавателей. Людей, которых работают там в разных правоохранительных органах. Мы имеем право на отсрочку до тех пор, пока мы работаем, соответственно, в той организации, на той должности, по которой законодатель установил право на отсрочку. Если мы перевелись на другую должность, либо мы уволились, мы утратим право на отсрочку. Ну, и последняя категория людей, которые могут утратить право на отсрочку, это студенты, это аспиранты. Это те люди, которые получили отсрочку в связи с их обучением. В каких случаях они могут утратить это право? В связи с окончанием, соответственно, обучения и в связи с отчислением их из университета, либо другого высшего учебного заведения. При этом, обращаю ваше внимание на то, что тот факт, что в вашем военном билете может стоять отметка о том, что отсрочка предоставлена вам только на полгода, это не значит, что через полгода автоматически ваша отсрочка заканчивается и вы становитесь призывным. Нет. Если вы продолжаете обучение, то вы также точно имеете право на отсрочку. И вот этот срок полгода, который очень часто используют ТЦК и ИСП, он привязан к чему? К сессии. С расчетом на то, что если вы не сдадите сессию, вас отчислят и, соответственно, вы утратите право на отсрочку. Но если это не произошло, то все окей, вы остаетесь все так же непризывными до тех пор, пока вы проходите обучение в том учебном заведении, в котором вы сейчас учитесь. Друзья, если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, поделитесь им в соцсетях. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.